Сокровище пирата Сокровище пирата лучшим Лучший пират это тот, кто лучше всех прячет свои сокровища Мои сокровища никому не найти Вот моя карта сокровищ Но только я могу прочитать ее и понять ее Ха, даже ребенок справится Сокровища спрятаны рядом с деревом эльфов? Эээ, да Моя карта сокровищ гораздо лучше Ууу, выглядит запутанно Сокровища спрятаны глубоко под водой, но на видном месте Их охраняет русалка и золотое морское чудище с огромными зубами Уууу Ну, мне пора Нужно доделать парочку пиратских дел Ха-ха Рад был видеть тебя, Капитан Сквид Я тоже, Капитан Рыжая Борода О, смотрите Капитан Сквид забыл свою карту Бегите за ним и верните карту Нет, слишком поздно Он ушел Мы успеем догнать его Капитан Сквид, подождите Дайте карту мне, я долечу до него Давайте не будем спешить Знаете что, пусть карта побудет у меня, пока он не вернется Вы хотите найти сокровище капитана Сквида? О, нет, это против кодекса чести пиратов Кодекса чести? Конечно, пират не может искать сокровища другого пирата В любом случае, эта карта слишком трудная для рыжей бороды Что? Да я во сне мог бы ее прочитать Я докажу вам А как же кодекс чести? Да, дело в том, что у пиратов не так уж и много чести Мы же пираты, как-никак И я всего лишь хочу убедиться, что сокровища капитана Сквида надежно спрятаны И все Можно нам с вами? Ну, лишняя пара рук мне не помешает Ура! Поднять паруса и полный вперед! Бен и Холли, подняться на мачту и смотреть в оба! Мы отправляемся на поиски сокровищ! Ах-ха-ха! Ах-ха! Вам весело, ребята? Так точно, капитан! Славно! Веселье это самое главное для эльфа-пирата А мы эльфы-пираты! Согласно карте, мы должны пройти дерево с огромным колесом Что за глупости? У деревьев не бывает колес Рыжая борода! Это оно? Да, Холли, это оно! Это старая шина, на которой катаются дети большого народа О, большой народ! Звучит немного опасно Я не боюсь опасностей! Пираты смеются в лицо опасности! Ха-ха-ха! 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 Впереди земля! Здесь вода заканчивается! Дальше нас ждет суша! Нам придется идти пешком? Не бойтесь, моя прекрасная леди! У корабля есть колеса! Он может ехать по земле! Большая часть сокровищ спрятана на земле! В морях, кроме воды, ничего особо и нет! Смотрите, мы на большой детской площадке! А теперь мы ищем дворец гигантов! А вот и он! Но это школа Люси! Кто такая Люси? Люси, наша подруга! Она большая девочка! Ты уверен, что сокровище будет спрятано в детской школе? Карта говорит, что сокровища находятся внутри! Как нам туда попасть? Дверь закрыта, а ручка очень высоко! И вы не хотите использовать магию? Это так! Мы, эльпы, обычно не любим использовать магию! Но когда речь идет о сокровищах... Хорошо! Абра-кадабра! Я думал, мы просто откроем дверь! Но летающий корабль гораздо лучше! Так, тихо! Большого народа не видно! Но скоро все их дети будут здесь! Нам нужно торопиться! Сокровища на этой карте отмечены знаком желудя! Класс желудей! Это класс Люси! Это нелепо! Как сокровища пирата могут быть спрятаны в школьной комнате? Что теперь, говорит карта? Карта? Мне не нужна карта! Когда сокровище рядом, я чую его! У нас пиратов нюх на сокровище! Вперед! Так, теперь мы все должны пройти по доске! Начнем с меня! У-у-у! У-у-у! Это глупо! Как сокровище может быть здесь? Оно должно быть спрятано глубоко под водой! Вот вам вода! Но это просто аквариум! Помните, что сказал капитан Сквид? Сокровище охраняет русалка! Это маленькая фигурка! И золотое морское чудище! Это просто золотая рыбка! А вот и сокровище капитана Сквида! Спрятана на видном месте! Это пластиковая игрушка! В каждом аквариуме есть такая! Это не настоящее сокровище! Есть только один способ проверить! Мы должны нырнуть за ним! И кто же будет нырять? Удачи, моя прекрасная тыковка! Ай! Что я делаю на самом дне аквариума для рыбок? Тебе нужен сундук с сокровищами! Ох, это просто пластиковая игрушка! Я не думаю, что он вообще открывается! Ох, это настоящее сокровище! Ха-ха! Капитан Сквид думал, я никогда не найду его сокровище! Посмотреть бы на его лицо сейчас! Рыжая борода, какая неожиданная встреча! Ох, привет, капитан Сквид! Только я поднял паруса, как обнаружил, что моя карта сокровищ пропала! Да неужели? Тогда я вернулся! Я испугался, что кто-нибудь попытается украсть мои сокровища! Да-да, это было бы ужасно, если кто-нибудь попытался бы украсть твои сокровища! Сокровища у меня, мистер Рыжая борода! Как же тебе не стыдно, гнусный предатель! Э-э-э, я могу объяснить! Вы посмотрите, он ещё и улыбается при этом! Не сердитесь, капитан Сквид! Я нашла вашу карту на земле! Рыжая борода волновался за ваши сокровища, и мы решили проверить, всё ли в порядке! Да-а-а, всё верно! Просто проверить! О-о-о, это всё меняет! Но признайте, это было хорошее место для клада, правда? Да, очень хорошее! Детский аквариум! Лучше места не придумать! Ну, теперь вы все знаете, где оно! Лучше я перепрячу! А теперь закройте глаза на минутку! Всё, можете открывать! Куда вы спрятали сокровища? Куда-то... далеко! Но это не может быть далеко! Вас не было всего секунду! Никто никогда не найдёт их! Сокровища охраняет жуткое чудовище! У-у-у! Школа открылась! У-у-у! 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 Так, дети, всё, успокаиваемся! Люси, можешь покормить нашего пушистика? Да, мисс Куки! У-у-у! Смотрите, что я нашла! Это сокровище пиратов из аквариума! Странно, как оно могло попасть сюда! Может, это пират спрятал его? Нужно положить это на место! Сокровище охраняет жуткое чудовище! Хомячок Пушистик! Вот так! Всё на своих местах! Ничего, капитан Сквид! Всё равно это самое лучшее место для сокровищ! Но теперь вы все знаете, где они! Мы никому не скажем! Клянётесь? Да! Кодексом чести пиратов! Но, рыжая борода! Вы сказали, что у пиратов нет чести! Да-да, спасибо, Холли! Поговорим об этом позже! А пока положите руку на сердце и скажите честью пирата! Честью пирата! Все на борт! Уходим, пока нас не заметили! Летающий корабль! Да! У всех лучших пиратов сейчас такие! Итак, дети, начнём занятие! Нескуки, смотрите! Летающий пиратский корабль! Он забил вас! Ха-ха-ха-ха! Да, дети! А сейчас давайте успокоимся! Привет, Холли! Привет, Бен! Что вы тут делаете? Расскажем потом! Наш курс домой! Маленькое королевство ждёт нас! Ха-ха-ха! Из нас вышла неплохая команда! Да, это было отличное приключение! А это самое главное для эльфов-пиратов! Веселье и приключения! Экзамен по магии! Вперёд, ребята! Мы же не хотим опоздать на экзамен! Няня Плам! А зачем нам сдавать экзамен по магии? Все феи сдают экзамен по магии, чтобы получить права на колдовство! Вот такие! О! И у нас будут такие же! Нет! Это взрослые права! А вам выдадут детские удостоверения! А кто принимает экзамен? Эльфы, конечно! Но ведь эльфы не колдуют! Нет! Но мы делаем волшебные палочки! А-а-а! Эльфы любят экзамены! Доброе утро всем! Вы пришли сдавать экзамен по магии? Да, миссис Эльф! До конца экзамена я для вас не миссис Эльф, я экзаменатор! Да, экзаменатор! Сначала поднимите эти камешки, подвиньте вперёд! Это трудно! Да! Теперь назад! Клопок означает команду «Стоп!» Прекрасно! И, наконец, один простой вопрос! Магию следует использовать только в разумных целях или для забавы? Ну, я думаю, магию следует использовать только в разумных целях! Верно! Вы все сдали экзамен по магии! Ура! И я снова миссис Эльф! Дайте же я вас обниму! Вы все молодцы! Вот ваши права! Я сам их подписал, как главный инспектор! Я знала, что они сдадут, я сама их учила! Но ведь это и есть самое удивительное! Спасибо, мудрый Эльф! Думаю, это нужно отметить! Да, да! Устроим вечеринку! А какая же вечеринка без волшебного желе? Э-э-э-э, няня, не думаю, что стоит... Еще желе! Еще больше! Потом и желе! Потом и желе! Ромашки-букашки, кажется, немножко не рассчитала! Да вы что, няня Пламп, у вас хотя бы лицензия есть? Конечно же есть! Ой-ой-ой, она же просрочена! И что это значит? А это значит... Она недействительна! То есть я не могу колдовать? Нет, это противозаконно! Взрослые не могут колдовать без лицензии! Что? Я конфискую вашу палочку! Вы не имеете права! Как раз и имею! Это произвол! Я пожалуюсь королю! Ничего смешного! Ты права! Ничего смешного! У няни больше нет лицензии! Она не может колдовать, ваше величество! Да-да, старый мудрый эльф! Но, может, сделаем исключение один раз? Только для няни! Именно для няни не следует делать исключений! Она очень опасна! Старый мудрый эльф! Я король! И я прав! Да! А ваша лицензия в порядке, ваше величество! Лицензия? Ну, я думаю, то есть, конечно... Давайте-ка проверим вашу! Это лишнее! Старый мудрый эльф прав, няня Плам! Закон есть закон! Что? И я никогда не смогу колдовать? Конечно сможешь! Я прав? Для начала ей придется вернуться в школу волшебства! В школу? Да! Школу волшебства Миссис Фиг! О-о-о-о! Привет, Фиги! Меня зовут Миссис Фиг! Ты разве меня не помнишь? Как же тебя забыть! За все мои долгие годы в школе у меня никогда не было такой ученицы, как ты! Спасибо! Я была лучшей ученицей! Старый мудрый эльф забрал палочку у няни Плам! Это разумно! И отправил обратно в школу волшебства! Что? Да, я вернулась! Представляю, как ты рада! Удачи, няня! Это мне не помешает немного удачи! Первое правило колдовства! От колдовства одни неприятности! Поэтому на первом уроке вместо волшебной палочки ты будешь пользоваться обычной! А что она умеет? Ничего! А когда мне вернут мою палочку? Только когда ты научишься колдовать разумно! Но я использую волшебство в разумных целях! Чтобы гладить панталоны короля и натирать пыль и полировать ковры и... Мисс Плам, я здесь учитель! Чтобы подготовиться к экзамену по магии, вы обязаны делать то, что я говорю! Итак, посмотрим, как вы держите палочку! Нет, нет и нет! Не так! Вы же колдуете, а не суп мешаете! А так лучше? Для начала сойдет! А теперь вспомним правило! А может, лучше поколдуем? Что делать, если белка устроила гнездо на крыше дома? Эээ, превратить ее в лягушку! Как можно прогнать мышь с кухни? Эээ, превратить ее в лягушку! Как спасти эльфа, который застрял на дереве? О, это я знаю! Превратить его в лягушку! И это ваш универсальный рецепт, няня Плам! Превращайте всех в лягушек! Да! Ох, боже мой! Похоже, что мы здесь сегодня надолго! Как прошло занятие в школе, няня? Замечательно! Сначала я немного растерялась, но потом у меня стало получаться лучше и лучше! Как здорово! Я готова к завтрашнему экзамену! Спроси у меня что-нибудь, проверим! Ладно! Что сделать, если крот роет норы на газоне? Превратить его в лягушку! Ну, нет! В книге написано по-другому! Ты уверена? Ты просто не туда смотришь! Я так не думаю! О, я думала, что на все вопросы можно ответить превратить в лягушку! Няня, ты не можешь все время отвечать превратить в лягушку! Здесь нет такого ответа! Ах, ладно, постараюсь это запомнить! Здравствуйте, няня Блам! Вы пришли на экзамен по магии? Да, миссис Эльф! До конца экзамена я для вас не миссис Эльф, а экзаменатор! Конечно, миссис Эльф! А ну-ка, позвольте мне! Да, господин главный инспектор! Так не честно! Я хочу сдавать экзамен миссис Эльф! Тихо! Приступим к экзамену! Держите, вот ваша палочка! О, я по тебе скучала! Поднимите этот камень вверх! Но ведь он огромный! Я вижу! Может, лучше этот? Эти камешки для детского экзамена! Почему я не могу сдать детский экзамен? Потому что ты взрослая! По крайней мере, по возрасту! Ох, ладно! Вот так! А теперь двигаем вперед! А-а-а! О! Ой, чей это камень? Старого мудрого эльфа! Надо быть осторожнее! Ладно! Теперь обратно! Медленно! А-а-а! Вы сломали мой замок! Это все старый мудрый эльф! Простите, ваше величество! Теперь снова вперед! А когда услышите хлопок, остановите камень! Без проблем! Стоп! 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 А-а-а! А-а-а! Уф! Ах! Верните камень на место! А-а-а! Теперь я попрошу вас превратить камень во что-то другое! Лягушку? Нет! Я могу в лягушку! В яйцо! Но для чего вам яйцо? А-а-а! Начинайте, пожалуйста! Ладно, не надо так нервничать! Я попросил яйцо, а не курицу! Вот одно яйцо! Я сдала? Это была практическая часть! Осталось ответить на теоретический вопрос! Как помочь головастику стать взрослым? Э-э-э... Помочь головастику стать взрослым? Э-э-э... Няня, твое любимое заклинание! Превратить его в лягушку? Это верно! Я знала! Экзамен окончен, няня! У меня плохие новости! Не сдала! Все гораздо хуже! Ты сдала! Ура! Теперь ты снова можешь колдовать! Палочка, ты это слышала? Мы снова вместе! Ой-ой-ой-ой! От волшебства одни неприятности! Вовсе нет! Покажи-ка пример разумной магии! Ладно! Есть одно заклинание, которое мне не терпится применить! И что же это? Превратить тебя в лягушку! Ты не имеешь права! Как раз имею! У меня есть лицензия! Ой-ой-ой-ой! Колдовство! Я же говорю! От колдовства одни только неприятности! Школа эльфов! Итак, принцесса Холли, что это за цветок? Это легкий вопрос! Это ромашка! Да-да! Эльфы называют эти цветы ромашками! Но принцесса Фея должна называть их Белис Парениас! Ах! Белис Парениас! Правильно! Дальше! Как называются эти колокольчики? А-а-а, колокольчики? О, нет-нет! У фей эти цветы называются Геоцинтодис Нон Скрипта! Ах! О, няня! Ботаника такая нудная! Скажите, зачем мне учить названия всех этих цветов? Такие вещи принцесса Фея должна знать! А может, я не хочу быть принцессой Феей? Привет, Холли! Привет, Бен! Ты куда идешь? В школу эльфов! О, а что вы делаете в этой школе? Мы учимся делать игрушки! Звучит весело! Так и есть! Эльфы любят делать игрушки! А я эльф! Я хочу делать игрушки! Няня, можно я пойду в школу с Беном? Но ты же не эльф! Ты ведь принцесса Фея! Пожалуйста, няня Плам! Ну, пожалуйста, няня Плам! Отпустите, Холли! Ну, хорошо! Ура! Ура! Но я пойду с вами, чтобы убедиться, что вы не балуетесь! Хорошо! Надо поторопиться! Нельзя опаздывать в школу эльфов! Мы идем в школу эльфов! Школа эльфов находится в дереве! О-о-о! Доброе утро, мальчики и девочки! Доброе утро, старый мудрый эльф! Мудрый эльф! О-о-о! Няня Плам! Здравствуйте, старый мудрый эльф! Привет! Принцесса Холли хочет узнать, чем эльфы занимаются в школе! Хм... Ну, хорошо! Холли, присоединяйся! Хорошо! Но прошу, никакой магии и не летать! Хорошо! Холли, садись со мной! Не летать! Нужно ходить! В школе эльфов запрещено летать! Только потому, что эльфы не умеют летать! Именно, миссис Плам! Эльфы не умеют летать! Но у нас очень хороший слух! Ха-ха-ха-ха! И эльфы умеют делать хорошие игрушки! Сегодня мы и будем делать игрушки! Ура! Мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз! Я делаю игрушечную машину! А я делаю уточку! А я вертолет! А я лодку! А я делаю лягушку! А я кролика! А я делаю робота! О! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки! Ничего страшного! Я себе наколдую игрушку! По палочке велению! По моему хотенью! О! Мисс Холли! Магия запрещена в школе эльфов! Только потому, что эльфы ею не владеют! Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели! Но они этого не делают! А мы эльфы! Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой! Спасибо, старый мудрый эльф! А я пока заберу у вас палочку! Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы, без магии! О! Не волнуйтесь, вы заберете палочку после занятий! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! И не забывайте бить нежно! О, нет! Я не хотела этого делать! Не волнуйся, Холли! Я все исправлю! Волшебная палочка у меня с собой! Но, няня, в школе эльфов запрещено пользоваться магией! Поверь, все будет хорошо! Никто не заметит! Палочкой махну, сову починю! Что это был за шум? Думаю, погода меняется и скоро будет гроза! Главное, чтобы не было никакой магии! Уверяю, мистер старый эльф! Принцесса Холли не использует магию! Хитрая няня Плам! Тихо! А теперь мы будем разукрашивать наши игрушки! Помните, что надо быть аккуратным! Ха! Не надо никуда спешить! О, нет! Что-то делать без магии так сложно! Думаю, что немного магии тебе нисколько не помешает! О, ты уверена? Доверься мне! Кхе-кхе! Палочка, вращайся! Игрушка, цветом наливайся! Мисс Холли, вы используете магию? Нет, старый мудрый эльф! Это не я! Я думаю, что это была все та же гроза! Она все ближе и ближе! Хе-хе-хе-хе! Хм-м-м! Здесь происходит что-то очень странное! Старый мудрый эльф! А что мы делаем дальше? Очень хороший вопрос, Холли! Дальше мы запускаем игрушки! Дальше мы запускаем игрушки! Не волнуйся, Холли! Я тебе обязательно помогу! Няня Плам! Вы пользовались магией? Только совсем-совсем немножко! Я лишь хотела помочь! Вы непослушная няня! Извините, старый мудрый эльф! Больше эту тему мы не поднимаем! Холли, давай посмотрим, что может твоя сова! О, она вообще не работает! Хм-м-м! Наверное, при изготовлении было использовано много магии! Я могу починить! У меня это очень хорошо получается! Вот, теперь должно работать! Ура! Спасибо, Бен! Я пыталась сделать все, как эльфы! Я знаю, Холли! Ты старалась! Но мне сложно делать игрушки, не используя магию! А нам это легко! Потому что... Мы эльфы! Вот, Холли, держи свою палочку! Спасибо! И запомни! Никакой магии, пока не выйдешь из класса! Хорошо, старый мудрый эльф! Вас это тоже касается, няня Плам! Хорошо, старый мудрый эльф! О! Праздник! Ну-ка, подъем! Пора готовиться к празднику! К какому? В честь дня рождения наших близняшек! О! О, нет! Праздник! Праздник! Два колдующих дитя – это кошмар! А если к ним еще и друзья присоединятся, это будет катастрофа! Ха-ха-ха! Придумал! Мы устроим праздник, но гостей приглашать не будем! Та-та-та-да-да! Я разослала гостям праздничные приглашения! Все придут! О! Кто это все? Малыш Тарквин! Тарквин любит праздники! О, нет! Тарквин – сущий монстр! А также малинка! Только не моя сестра! У нее даже палочка-задира! Брррр! Крапивушка! О! Моя младшая сестра! А у нее на шляпе лист жгучей крапивы! Он страшно, больно жарит! Крапивка – самый вредный ребенок-эльф! А чего ты хотел? У нее же дядя – настоящий пират! Да! Рыжий бород – эльф-пират! Ах, это будет не праздник! Это будет стихийное бедствие! Не бойтесь! Я все продумала! У нас будут магические игры, магическое шоу и, конечно, магическое желе! Магия! Магия! Ах, 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 ах! Я ошибся! Праздник не будет стихийным бедствием! Он станет для нас концом света! Спасибо, Ваше Величество! У меня идея, король чертополох Устройте эльфийский праздник Зачем? На эльфийских праздниках никогда не бывает магии А мое магическое шоу Малыши обожают магию У нас есть свой великий маг Эльф-фокусник Он не колдует по-настоящему Только фокусы делает Отлично, Бен Звучит очень безопасно И скучно Вот именно Няня Плам, звоните магу и скажите Что на наших детей нужно нагнать тоску То есть развлечь Слушаюсь, Ваше Величество Добро пожаловать на праздник Тарквин любит праздники Пока, Тарквин, не шали Да, мама Привет, крапивка Ай, я ужален Няня Плам Мой сладкий блинчик Веселись как следует, малыш Я заберу тебя после праздника Не так живо, детки Встречайте, великий маг Это всего лишь мудрый эльф Я не только мудрый эльф, Ваше Величество Но и ведущий детских мероприятий по совместительству О, очень кстати Эти дети – сущее наказание Особенно, когда колдуют На этом празднике не будет никакого колдовства Я сложу детские палочки в библиотеке Где они не смогут натворить беды Гениально Итак, начнем наш праздник Ура! Музыкальные статуи Когда музыка остановится Вы должны замереть на месте, как статуи Ага, малинка Ты пошевельнулась И ты, крапивка Это потому, что они еще не успели превратиться в камень А-а-а-а Стробери Ты превратила их в настоящие статуи Конечно Именно так феи играют в музыкальные статуи Ну, у нас здесь эльфийский праздник Расколдуй их обратно Ладно Палочки старших детей тоже отправляются в библиотеку Теперь мы вместе поиграем в игру Прицепи ослу хвост Вот вам ослик Скорее капуста Или утка Это такой осел Сейчас я завяжу маленькой крапивке глаза И она попробует прикрепить этот хвост ослу Ай, она опять жалится Совершенно дурацкая игра Хвост нужно цеплять огромному дракону А-а-а О, похоже, вечеринка в самом разгаре А-а-а Уберите этого дракона Сейчас Я просто хотела оживить праздник Волшебные палочки взрослых я тоже кину в библиотеку Теперь пришел черед фокусов Ура! Прошу, королева, выберите карту Мне не показывать Что там за карта? Двойка червей Вы вытянули двойку червей Отвратительнее фокуса я еще не видела А по-моему, неплохо В чем секрет? Следующим фокусом будет превращение мудрого эльфа в настоящую мышь Вам, детки, придется немного подождать за этой дверью Но как вы превратите себя в мышь? Я нацеплю уши, надену нос, а потом... Разве это хорошая идея, оставлять их в библиотеке? Что? Ведь вы сложили туда все волшебные палочки Без паники, великий маг быстро все уладит Я покажу им фокус с мышью, вот они удивятся Они удивятся, как он плох, так что сработает Смотрите, дети, я превратил себя в маленькую... Мышка, мышка! Пик! Ух ты, а костюм не так уж плох А-а-а, кажется, малыши превратили мудрого эльфа в настоящую мышь Пик, не мог бы кто-нибудь из вас снова сделать меня эльфом? Нет, мы не можем колдовать, потому что кое-кто сложил все палочки в библиотеке Ах, да... Пик! Привет, друзья мои! Я пришел забрать свою племяшку! О! Ох, вообще-то праздник еще не закончен Как? Малыши в библиотеке, где полно колдовских книг! У них все наши палочки! И они превратили мудрого эльфа в мышь! Пик! Похоже, у вас здесь весело! О, нет, стало слишком тихо! Они что-то задумали! Сейчас посмотрим! Эй! Эй! Здесь никого нет! Только палочки! О, наконец-то мы снова вместе! Э-э, няня, теперь, когда у вас есть палочка, не могли бы вы? Э-э... Ну, разумеется, о, великий маг! Глупый эльф, в себя обратись! О-о-о! А куда же подевались наши карапузы? Этого я и боялась! Дейзи и Поппи все-таки нашли потайной ход! О-о-о-о! А куда ведет этот потайной ход? В тайную комнату! Я не знала, что она у нас есть! Это потому, что она тайная! В комнате закрыта магическая сила, которую ни за что нельзя выпускать! Да! Не самая лучшая комната для малышей! Я слышу радующихся карапузов! И что-то еще! Нам нельзя туда заходить! О, господи! Столько суматохи из-за какой-то страшной, невиданной и магической силы! Я разберусь! Удачи, моя храбрая тыковка! А-а-а! Ты что-нибудь видишь? Ужасные вещи! Рыжевород спешит на помощь! Вот наши дети! На помощь! Держись, Маня-плом! А вот и она! Ты спасена, моя сливовая запеканочка! В море я видел много ужасных вещей, но ничто не сравнится с тем, что я видел в этой комнате! Поэтому мы держим дверь закрытой! Фу! Праздник окончен! По-моему, все прошло удачно! А как же желе? Мы еще не ели чудо-желе! 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 Хорошо, няня! Только не переусердствуйте, пожалуйста! Ой! Чудо-желе! Отлично! Значит, праздник подходит к концу! О, малинка! О, малинка! Тебе понравилось? Да, мама! Тарквин, поблагодари королеву! Спасибо, что пригласили меня! Мы были очень рады! Пока, крапивка! Ай! Снова ужалила! Скоро и у малинки день рождения! Мы слышали, вы нашли хорошего ведущего детских праздников! Да! Вот он, великий чародей! Э-э-э... я... Чудесно! Будем ждать вас на нашем празднике! Хи-хи-хи! Праздник! Праздник! Хи-хи-хи! Божья коровка Гастон! Гастон, выйдешь с нами поиграть? Гастон! Идём, поиграем! Скорее, за мной! Эй, подожди! Давай, Гастон, вперёд! Вперёд! Их-хо! И за что не поймаете? Нет, поймаем! Гастон обожает бегать за палкой! Гастон, опор! Хи-хи-хи! Гастон! Неси, Гастон! Умница, Гастон! Молодец! Гастон, хочешь поболтать лапками? Га-га-га! Давай, на спину, ляк. Болтай лапками. Гастон любит валяться на спине. Забавно. Холли, пора спать. О, это няня План. Мне идти домой пора. Да, но мы так хорошо играли. Не переживай, мы встретимся завтра снова. Точно. Бен, пора спать. О, это моя мама. Пока, Бен. Пока, Гастон. Пока, Холли. Пока, Гастон. Увидимся завтра. ПО votать на спине. Бен, Гастон! Холли, Гастон! Привет, Холли! Здравствуй, Бен! А где Гастон? Он еще не показывался. Как? Давай сходим за ним. Давай! Гастон! Выходи с нами играть! Гастон! Гастон почему-то не отвечает. О, может он злится на нас? Но мы так здорово играем вместе! Да! Когда я его переворачиваю, а он болтает лапками. И когда я катаюсь на нем верхом. А как ты думаешь, Бен, Гастону это нравится? Возможно, не очень. Может быть, Гастону грустно. И поэтому он не идет с нами играть. О, Боже! Что же делать? Няня Плам наверняка знает, что делать. Она знает все о Божьих коровках. А как? 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 Гастон живет вот здесь. А что за насекомое Гастон? Гастон – Божья коровка. Ах, да? Дайте-ка подумать, как они говорят «привет». Смотрите, дверь открыта. Давайте туда заглянем. Гастона здесь нет. Наверное, он ушел куда-то горевать. Фу. Понятно, почему Гастон грустит. Никто не будет счастлив в такой грязной пещере. Атьства. Надо убраться здесь, пока хозяин не пришел. Да, вот это будет славный сюрприз. И надеюсь, Гастон будет счастлив опять. Хе-хе-хе. Сначала мы все почистили. Абракодиль – абракодок. Щетка шва – провода – порошок. Коли, сними паутину. Есть, няня, плам. Бен, ты вымоешь пол. Есть, няня, плам. А я заправлю постель. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. 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 Постель такая грязная. Сколько тут хлама. Сухари, комиксы, леденцы. Грязный носок. Фу. Раз, два, три. На чистую постель Посмотрим Чудно Еще один штрих И готово У-у-у Ура! Быстро! Гастон уже рядом Гастон! Сейчас мы тебя развеселим Нам не нравится, что ты грустишь Прости нас за то, что мы тебя переворачивали И катались на тебе верхом Что он сказал, няня? Гастону нравится переворачиваться и катать на спине О-о-о! Гастон не грустит Напротив, он очень весел Что ж, ты будешь еще больше рад, когда заглянешь в пещеру Гастон! Гастон! А-а-а-а! Гастон сказал Ему нравилось, каким был его дом раньше Грязный и захламленный О-о-о! Прости нас, Гастон! Не бойся! Мы сделаем все, как тебе нравится Да! Мы хорошо умеем устраивать беспорядок Паутина здесь, паутина там Здорово! Раз, два, три Грязную постель на место верни Грязный носок сюда И разбросаем леденцы Чудно! Последний штрих И все готово Молодцы, ребята! Теперь здесь так же грязно, как и раньше Ура! А если опять понадобится устроить здесь беспорядок Не стесняйся, Гастон! Позови нас, мы поможем! Да! А для чего же еще нужны друзья? Пойдем, поиграем! Эй, подожди меня! Давай, Гастон! Вперед, вперед! Тихо! Не поймаете? Нет, поймаем! Гастон! Субтитры сделал DimaTorzok